У России четвертая медаль под дзюдо и третье золото. Уроженец Дагестана Тагир Хайбулаев в непростом поединке одолел фаворита турнира спортсмена из Монголии. Чемпиона лично поздравил президент Владимир Путин, сам обладатель черного пояса. Наш корреспондент Евгения Плескова о новых достижениях российской сборной. Мансур Исаев нервничает. Куда исчез Арсен Галстян? Побежал бабочку надевать, доносится из толпы. Пора уже встречать нового олимпийского чемпиона Тагира Хайбулаева. Они ведь вместе ехали в Лондон за золотом. Каждый за своим. Отдавались вообще все, просто все эмоции, да, Тагиру. Там очень переживали, очень действительно. Больше, чем за себя переживали. Орали и поддерживали как могли. Золото от 28-летнего дзюдоиста Тагира Хайбулаева ждали все, включая президента России Владимира Путина, который всего на один день прилетел в британскую столицу. Вместе с премьер-министром Дэвидом Кемероном глава российского государства подъехал к спортивному комплексу «Эксель» как раз к началу полуфинала, где Тагир с олимпийским спокойствием выиграл у немца Дмитрия Петерсона. Финал уже был напряженнее. Соперник – чемпион Пекинской Олимпиады. Монгольский атлет Тушин Байер Найдан даже с травмированной левой ногой бился до последнего. Но в начале третьей минуты схватки стремительная атака россиянина расставила все точки над «и». Высший из возможных оценок и третий – золото сборной. Первым с победы дюзаиста поздравил Владимир Путин. Вот они, победители! Я точно не знал, что он в зале, поэтому и не смотрел тоже на трибуны. Выходил, просто настроился на борьбу, и чтобы меня ничто не отвлекало. А уже после победы, да, приятно удивлен, когда он сам пришел поздравить. Поздравил. Очень было приятно. Девушки-раперистки, взявшие серебро в командном турнире, валятся с ног от усталости. Говорят, итальянки из них всю душу вынули. Но утешают себя. Медали олимпийские все равно уже в кармане. Теперь можно и в музей «Мадам Тюсо» сходить. Два дня как собираются. Они вот все, что они делали, они наносили. Все, что мы промахивались, они нам тоже наносили. Они как будто не промахивались вообще. Мы им свое отдали. Они свое забрали, еще и мы им много подарили. Поэтому такой счет. Шестой день Олимпиады принес России сразу шесть медалей. Одну золотую, две серебряных и три бронзовых. Российские гимнастки Виктория Комова и Алья Мустафина завоевали серебро и бронзу соответственно. Поднялась на третье место пьедестала и пловчиха Юлия Ефимова после финального заплыва на 200 метров брасом. Третьим финишировала в финальной части турнира по стрельбе в дабл-трапе стрелок Василий Мосин. Проиграв всего три выстрела чемпиону Олимпиады британцу Питеру Уилсону, как и прогнозировали эксперты к концу первой недели соревнований, сборная начала разгоняться. В седьмой день соревнований стартует самая медаль емкая дисциплина Олимпиады. Легкая атлетика. Разыгрывается сразу 22 комплекта медалей. Впрочем, внимание приковано еще и к нашей тяжелоатлетке Татьяне Гришиной. Скрести пальцы следим и за чемпионом мира подзюду Александром Михайлиным. Сможет ли он добавить российской сборной очередное золото? Евгения Плескова и Павел Новиков, телеканал «Звезда Лондон», Великобритания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова